Роботы на бирже. Сейчас эта тема уже актуальна. Вы, наверное, слышали, что больше 80 или 90% всех сделок, которые происходят на бирже, на фондовом рынке и вообще на бирже, производится через роботов. Что такое роботы, в принципе, как они выглядят, как их написать. То есть вот обо всем этом я сейчас хочу кратенько рассказать вам. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Итак, что такое робот, торговый робот, ну или просто робот на фондовом рынке? Ну, в принципе, можно сказать следующее, что это вот такая штучка, вот какая-то просто штучка, которая говорит нам, когда надо покупать, а когда продавать. Давайте спросим у нее. Покупай, покупай доллары. Еще евро купи, евро купи, верняк вырастет. Точно говорю. Можно золото купить? Золото тоже хорошая штука. Акции вообще супер. Покупай. Он говорит покупать. Покупать, покупать, покупать. Почему он так говорит? Давайте все-таки посмотрим, что же такое робот. Итак, что такое робот. Вот у нас есть робот. И что, в принципе, он собой представляет? В него заходят какие-то данные. Какие-то данные. Он их анализирует по каким-то своим принципам и выдает нам решение покупать или продавать. Вот, в принципе, в общих словах, что такое робот. Какие бывают роботы? Роботы бывают, можно разделить их на две большие группы. Это роботы-советники и роботы-торгующие. Торговые роботы. Что это такое? Ну, роботы-советники, они, значит, анализируют какую-то информацию и говорят, советуют, покупай, покупай или продавай. Вот, что они говорят. И дальше вы смотрите на их советы, вы думаете, потому что у нас мозги для этого есть. И вы принимаете решение покупать или продавать. И, ну, более-менее разные сервисы к этому прилагаются обычно для того, чтобы автоматизировать, как-то, ну, реализовать их идеи. Ну, в частности, в предыдущем видео я рассказывал про сервис-модельный портфель, который является, в принципе, роботом. Но, значит, как он работает, по какому принципу? Я уже сказал, что в прошлом видео, ссылочку вы можете посмотреть вон там, на это видео, как он работает. Аналитики из брокерского дома открытия вручную анализируют данные по большому количеству фирм, отбирают компании, которые, по их мнению, дадут прибыль, разбивают весь портфель ваш на сектора экономики, которые, какие-то сектора по их ожиданиям будут давать прибыль, какие-то сектора не будут давать прибыль. И в соответствии с этими секторами, в соответствии с этой разбивкой, они отбирают какие-то компании, которые, по их мнению, пора купить, пора продать, например, да? И они это закладывают в свою программу, эти данные, уже результат этих данных. И дальше робот просто определяет, ага, значит, состав портфель должен быть столько-то процентов, такая компания, столько процентов, такая, столько, такая, столько, такая. Вы видели это в предыдущем видео. И есть одна кнопка «Привести в соответствие». Это робот типичный советник, то есть решение о том, привести его в соответствие или нет, принимаете вы формально. И вы видели, что я это решение принимаю выборочно, то есть я не полностью следую его рекомендациям, а я немножечко творчески к этому подхожу. То есть вы видели, что я не продал, решил не продавать Ленэнергопрефы в прошлом видео и решил не продавать АФК-система, оставить немножечко. Все остальное у меня соответствует модельному портфелю. Вот такой простейший вариант. Но какие еще могут быть варианты с роботами? Роботы могут быть торговые, то есть вы можете, например, ему полностью довериться, и он будет за вас совершать операции. Таких роботов тоже огромное количество. И когда авторы этих роботов, этих программ, вот просто говорят, что вот мой робот приносит прибыль, то всегда надо в первую очередь узнавать, а на какой основе он работает. Что там внутри? Потому что давайте я вам сейчас покажу простейшего робота. Вот смотрите, вот есть монетка. Это простейший робот. И я его подкину вверх. Если выпадет орел, то покупать. Если выпадет решка, то продавать. Не смейтесь, пожалуйста. Такой робот может давать вполне себе хорошие результаты. Особенно на растущем рынке. Потому что если вероятность выпадения орла и решки примерно одинакова, а рынок растет, то, соответственно, он будет следовать за рынком. Вот и все. Например, да? Теперь далее. Если рынок растущий, то простейший робот выглядит так. Покупай. И все. И, значит, когда тебе нужны будут деньги, продашь, ты получишь деньги. И такой робот заложен практически у большинства из нашего населения. Потому что, что бы ни случилось, как только какие-то проблемы, что делает наше население, что делают наши люди? Они говорят, надо покупать доллары. Как роботы. Просто вот роботы. Надо покупать доллары. Потому что нет ничего надежнее доллара и нет ничего ненадежнее рубля. Все. Это заложено в подсознании. Это заложено почему? Потому что люди говорят, а мы не помним, чтобы доллар падал. И вы знаете, доллар упадет ровно тогда, когда вы его купите. Вот что я вам скажу. Потому что в короткую доллар очень даже регулярно падает к рублю. Например, а сейчас правительство США, например, ФРС, сильно понизило ставку. Индекс доллара падает на самом деле. И, может быть, лучше покупать евро. А кто-то говорит швейцарский франк. Вот. Поэтому это вовсе даже не факт. Поэтому, смотрите. Что заложено внутри этого робота. Какой алгоритм. Об этом точно надо знать. Потому что часть алгоритмов, они... Да, они работают. И практически все роботы приносят прибыль. Я вам точно могу сказать. Но при каких условиях? Скажем, какие-то роботы очень хорошо работают на растущем рынке. Покупай все, что хочешь. Вырастет. Есть роботы, которые работают на падающем рынке. Но на падающем рынке, конечно, лучше на срочном рынке и продавать фьючерсы. Вот. В короткую. Все будет хорошо. Вот. Есть роботы, которые работают на боковике. Их масса. Это роботы, которые... Ну, как бы на основе осцилляторов. Для того, чтобы заложить алгоритм в робот, алгоритм должен анализировать, как я уже сказал, данные. Проще всего эти данные загрузить из биржевого терминала. Там объемы анализировать, свечи, паттерны какие-то и так далее. Для этого существует технический анализ. И в техническом анализе разработана огромная база по всяким индикаторам технического анализа. Для чего нужны эти индикаторы? Одни индикаторы основаны на волновой теории. Они говорят, что есть волна роста, она сменится волной падения. То есть, как бы весь мир состоит из полос. Черное-белое, черное-белое. За черное будет белое, за белое будет черное. Все. Осталось только ширину этих полос. То есть, период роста потом сменяется на период падения. И они говорят, что вот волновая теория. Ну, мы наблюдали рост, сейчас застопорился, все. Потом, значит, ну там есть Уильямс Пёрсон Трейндж, мой любимый, значит, один из них. Да, Боллинджер Бэнс, который говорит, что все курсы находятся, ну, как бы, внутри одного русла. Там, канальные какие-то и так далее, и так далее, и так далее. Фракталы. Все, что угодно. Огромный массив данных. Но, значит, какие-то индикаторы работают лучше всего на боковом тренде. Какие-то на растущем, какие-то на падающем, я уже сказал. Какие-то индикаторы хорошо работают при высокой волатильности, какие-то при низкой волатильности. Какие-то индикаторы хорошо работают на каких таймфреймах, то есть, ну, за какие периоды. То есть, насколько высокочастотный этот робот. Смотрите, модельный портфель, я уже сказал, что модельный портфель дает рекомендации примерно раз в квартал. Раз в три месяца он говорит, давайте перетрясем портфель. Раз в квартал, вообще ничего не надо делать. А есть робот, который, скажем, стахастик-осциллятор, да, индикатор технического анализа. Он хорошо работает там на коротких интервалах. Он вам за день даст рекомендации. Каждый там пять минут на пятиминутном таймфрейме он будет давать там четыре-пять операций в день. И это нормально для стахастика. И он там лучше всего работает. Но на боковом тренде, ну, как бы в течение дня особо ничего и не меняется. Вы просто берете, включаете стахастик, когда более-менее спокойно все. И зарабатываете достаточно стабильно. Но как только рынок перестал быть стабильным, выключайте этого робота, потому что он начнет сливать вам деньги. Поэтому очень важно внимательно посмотреть на алгоритм, который заложен в основе данной программы, данного робота. Если кто-то, а вот интернет пестрит такими сообщениями, вот у меня прибыльный, блин, робот. И он приносит мне такую прибыль, такую прибыль, такую прибыль. Я спрашиваю, а на основе какого алгоритма он работает? И все такие, какая разница? Он приносит прибыль. Я говорю, все, взад. Пошли в задницу. И я таких роботов не использую. Не используйте таких роботов. Вот. Всегда должно быть ясное понимание, какой алгоритм у него заложен. На каких таймфреймах он работает. С какой частотой он выдает операции. Можно ли ему доверять торговлю, или он чисто как советник. Если чисто как советник, вам придется работать вручную. А насколько быстро, скажем, если у вас на основе осциллятора его рекомендация покупать, например, она актуальна в течение 1-2 минут, не больше. То есть, если вы не успели купить, то вы, так сказать, прибежали к компьютеру покупать, а уже надо продавать. И такой робот, как советник, например, не пойдет. То есть, вот высокочастотный может быть только торговым. Но торговый, опять же, сменился тренд. Все, значит, там он перестал работать. И при ветике он начал сливать ваш депозит. Поэтому очень-очень внимательно смотрите на то, на какой основе работают роботы. И очень внимательно смотрите разработчикам, ну как бы, вот, в глаза. И поэтому я анонсировал в прошлом видео. Он сказал, что будет у нас еще интервью с теми людьми, которые создали робота. А роботы современные – это практически искусственный интеллект. И они утверждают, что робот работает на основе фундаментального анализа. У меня уже был вопрос. Как он может работать на основе фундаментального анализа? Обязательно задам людям этот вопрос, потому что у меня будет интервью с одним из разработчиков. Очень интересная схема. Я уже как бы, ну, вкратце знаю примерно, как это делается. Я примерно понимаю, ну, данные можно брать из биржевого терминала. Это технический анализ, да? А можно брать данные от систем аналитических, от каких-то агентств. Например, Bloomberg, понимаете? Ну, или там другие, которые просто, они собирают статистические данные по компаниям, выдают их в виде таблицы. И с этой таблицей можно организовать так называемый API-процесс, то есть автоматическое получение данных из данной таблицы, когда эти данные будут измениться. Естественно, это платные всякие вещи, подписки. Вот, данные меняются, он там регулярно их анализирует, проверяет и смотрит на основе этих данных, пора покупать те или иные активы или нет. Вот, как бы, ну, вкратце, например, да, что точно, на какой основе я задам вопросы разработчикам. Смотрите, анализируйте. Еще один момент, смотрите, я уже сказал, что роботы бывают советники и роботы бывают торговые. Но робот это, я уже сказал, программа, а программа сейчас у нас, как правило, с открытым кодом. И поэтому, хороший робот, вам, хорошего робота, вам никто, во-первых, не даст, во-вторых, хороший робот требует очень серьезных ресурсов, компьютерных, вычислительных и очень хорошей связи. Поэтому, есть еще вариант, как люди продают своих роботов, он следующий. Скажем, есть робот, он работает там где-то далеко, ну, под боком у биржи, скажем так. Ну, не буду говорить конкретно. Значит, где-то рядом, очень хорошие компьютеры, очень хорошие серверы, бесперебойная работа обеспечена, бесперебойная связь с источником данных есть. И можно, есть возможность подключиться, подключить свой счет, есть такие процедуры, к данному роботу. И робот, в том числе, анализирует и ваши данные, но примерно так же, как модельный портфель. То есть, вы подсоединяете свой модельный портфель к этому роботу, он смотрит, сколько денег у вас на счете, и распределяет эти деньги так, чтобы они соответствовали модельному портфелю. Там есть алгоритм, который все это делает. Также и здесь, то есть, вы подключаетесь к роботу, даете им права какие-то, то ли как советник, чтобы он, так сказать, ну, как бы предлагал вам утвердить эту сделку, либо без утверждения, это уже на ваше усмотрение, или там, ну, разные бывают. И он работает, а вы смотрите на свой счет. Как правило, да практически всегда, на самом деле, вы подключаетесь к роботу, вы даете ему право, например, совершать сделки от вашего имени, но робот ни в коем случае не имеет права, вот никогда вообще, там, вывести деньги с вашего счета, или там, что-то сделать не то, это важно. Ну, то есть, в принципе, это невозможно. Деньги со счета можете вывести только вы, и только на свой счет. Ну, так сказать, робот только может совершать торговые сделки, и то, если вы ему это разрешите, и тогда, когда вы ему это разрешите. Вот, и большинство брокеров, ну, вот, как бы, большинство роботов работают именно в таком режиме, те роботы, которые вот наиболее умные, наиболее дорогие, вот, подключение к ним стоит, как правило, там, ну, я, честно говоря, не знаю, ну, тысяч, там, десять, наверное. Ну, по-разному, в среднем, вот так вот, это к хорошим роботам. То есть, хорошие роботы стоят дорого. Я вам честно могу сказать, подключение к ним стоит достаточно дорого. Как подключение происходит? Либо вы, значит, там регистрируете свой счет, либо есть еще такая штука. Многие брокеры предлагают такой сервис, типа зеркалки. То есть, зеркалить операции, которые производятся, ну, управляющим каким-то счетом. То есть, вы смотрите, есть там целый сервис, например, да, но, в частности, я могу сказать, что брокер Финам специализируется именно на этом, на таком сервисе. Там есть сервис, насколько я помню, Камон он называется. Я уже открыл брокерский счет в Финаме и планирую именно там, вот, заняться этим тоже подробно достаточно. То есть, вы подключаетесь к этому счету и копируете, скажем, ну, мои операции, которые произвожу я. А я их произвожу, ну, там, при помощи робота или еще что. То есть, я совершаю операцию покупки и автоматически, значит, там сервис рассчитывает, вы даете им право там торговать, либо как советник автоматически Финам сделал так, что автоматически рассчитывается в соответствии с вашим депозитом сумма, на которую вы можете купить, ну, то есть, сделать такую же сделку и, соответственно, повторить ее же. Вот так. Ну, конечно, это стоит денег, опять же. Ну, что делать? За все надо платить. За хороших роботов надо платить. Вот примерно через такой сервис и работает тот робот, который будет. Робот, который модельный портфель, вот этот сервис тоже платный. Там кто-то мне уже написал, что, блин, все хорошо, но комиссия 2% годовых от суммы средств на счете. Да, вот так. Вот. Есть некоторые, которые берут комиссию, есть некоторые, которые, там, ну, по-разному сделано. Об этом тоже надо думать и всегда это тоже надо учитывать. То есть, если вы не хотите торговать самостоятельно, вы подключаетесь к роботу, к какому-нибудь или к зеркальному процессу, и он за вас начинает зарабатывать деньги. Ну, с той или иной степенью риска. А вот степень риска надо оценивать всегда. Я буду об этом еще подробно говорить, поэтому оставайтесь на моем канале. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, задавайте вопросы и ждите следующего видео. Будет интересно. До встречи.